Девушки отдыхают Я постоянно плакала. Они требовали, чтобы я танцевала, а я не умела. Тогда они меня били. Одна девушка сказала мне, нет смысла плакать, тебе никто не поможет, пока ты находишься здесь. Я просыпалась с мыслью, что жить незачем. Если я умру, то, по крайней мере, вырвусь из этой тюрьмы. Муня обиделась. Будем ее успокаивать. А небо голубое-голубое. Подсолнух желтый-прежелтый. Девочка смотрит на красную розу. Дождевые облака черные-причерные. Все цвета очень красивые. Все разные и любимые. У меня хорошие клиенты. Сюда приходят очень порядочные люди. Сначала мы с ними обговариваем цену и другие условия. Часть они платят мне авансом, и я начинаю работать. Заказывают портреты своих родителей, чтобы дома молиться перед ними. Эти портреты они ставят дома в рамки и каждый день молятся. Это память. Сейчас не то, что было раньше. И моя мама... Было время, мы были очень бедные. Если мы поели один раз в день, то второй раз уже не могли себе позволить. В глубине души мне всегда было обидно. Я думаю, что если бы Бог давным-давно сделал меня взрослым, то мы бы здесь не жили. И маме не пришлось бы показывать свое искусство. Моя мама была бы... Была... Как бы это сказать? Артисткой высшего класса. Когда она пела или танцевала, все смотрели только на нее. Афина была 어렵ана. Правда, мы не могли себе повисать. И мы теперь пришли к себе раздражать. Ребенуи-пийцов. Ребенуи-пийцов. Надо было мое развивать. Ребенуи-пийцов. На свою технику едой. Ребенуи-пийцов. Иrizка не успокоилась. Заходи, заходи. Садись рядом со мной. Никто тебя снимать не будет. Мы понимаем, что ты замужем. Это моя невестка. Меня зовут Ринки. Я здесь родилась. Раньше сестра моего дедушки занималась танцами. Потом моя мама приехала сюда. За ней и мы все сюда приехали. Так сложились обстоятельства. Я занимаюсь этим с 8 лет. Я очень любила танцевать и петь, поэтому с тех пор и выступаю. Мы переехали в этот район, когда мне было лет 14-15. Приходят клиенты, спрашивают, будет ли выступление. Мы говорим, да, заходите, садитесь. Угощаем их какими-нибудь прохладительными напитками. Если они хотят послушать музыку, зовем музыкантов. Приходят девушки. Если их несколько, клиенты выбирают ту, которая им больше понравилась. Сейчас девушки уже накрасились и ждут клиентов. Это место в городе известно как район красных фонарей. Все знают, что здесь много девушек, готовых петь и танцевать. Это место с очень старыми традициями. Еще с колониальных времен. Уже тогда люди приходили смотреть танцевально-вокальные представления. Если это только песни и танцы, то ничего плохого. Здесь есть и хорошие люди, которые просто танцуют и поют. Но есть и плохие, которые занимаются проституцией и торговлей людьми. Меня зовут Решма Чанд. Я здесь родилась, выросла, выучилась. Я занимаюсь бизнесом. У меня два-три вида основной деятельности. И я сдаю в аренду 4-5 помещений. То, что получаю от сдачи в наем, с лихвой хватает на текущие расходы и питание. А также что-то идет на помощь другим людям. Поскольку я здесь живу, то чаще всего встречаюсь именно с местными. Вижу их беды и трудности. Помогаю, чем могу. Поэтому у меня есть возможность в первую очередь сделать что-то именно для них. Наджма здесь? Муни, дорогая. Алейкум салам. Никого нет? Наджма там? Позови ее. Приведи ее сюда. Ну, буквально на две минуты. Наджма! Если хочешь поплакать, иди сюда, положи голову мне на плечо и поплачь. Положи голову мне на плечо и поплачь. Твое сердце так сильно бьется? Разве нет? Ты боишься? Послушай, тогда, когда они бросили тебя в этот ад, твое сердце не билось еще сильнее? Сейчас ты в трудной ситуации. Но ты помнишь, как рано ты родила своего ребенка? Разве тогда тебе не было еще труднее? У тебя есть брат, сестры, собственный ребенок. Ты хочешь дать ему образование? Конечно, хочу. Разве ты зарабатываешь для этого достаточно денег? Я должна позаботиться обо всех. Я трачу на них все, что зарабатываю. Во-первых, у меня есть мама, четыре сестры и два брата. А еще у меня трое своих детей. И еще с нами живет мой племянник, которого сейчас здесь нет. Это сын моей сестры. Папе было очень плохо. Дома постоянно никого не было. Мама перебивалась с мелкими заработками. Она не успевала заниматься домашними делами. У отца была тяжелая астма, а лечить его возможности не было. Мне было 13 лет, когда он умер. С того времени мы начали этим заниматься. Подруга спросила меня, будем ли мы танцевать. Она обещала, что если мы согласимся, то нам будут платить. У нас тогда было безвыходное положение. Нам нужны были деньги. Так мы начали танцевать и петь. Этот район, это улица, на которой мы живем. Ее называют Шугл Роуд. Или профессиональная улица. Здесь можно встретить много проституток. Они сюда попадают по разным причинам. Кого-то сюда продали. Кто-то вынужден этим заниматься. Но есть и местные, кто унаследовал это ремесло от матери. Общее у них одно. Все они занимаются этим от нужды. Давайте споем вместе. Давайте. Кто следующий? Теперь ты должна петь. С тебя начнем. Нет, не с меня. Нет, с тебя. Давайте споем маленький куплет. Девушки могут жить в этом центре минимум три месяца. Здесь есть все необходимые условия. Питание. Сюда попадают девушки, у которых серьезные проблемы в семье. В том числе мы помогаем жертвам домашнего насилия. Эти женщины прошли через многое. Однажды мне приснилось, что меня кто-то бьет. Проснулась, смотрю, вокруг никого. Это, наверное, было из-за того, что меня постоянно били. Чанни привезли в центр полицейские. Она была очень испугана, потому что они привезли ее сюда и уехали. Она не знала, что это за место. Боялась, что здесь с ней тоже может произойти что-то плохое. Она прожила здесь два дня, но все еще не могла прийти в себя. И только после двух-трех консультаций начала понемногу говорить. У мамы и папы были проблемы со здоровьем. У них было больное сердце. Они оставили меня у одной женщины и сказали, «Ты поживи здесь, если захочешь есть, просто скажи ей, и она тебя накормит». Ей было восемь лет. Ее семья приняла решение передать ее на воспитание соседям. Она стала жить с ними. Стирала для них одежду, мыла посуду. Потом они продали меня другим людям, а те отправили в Сунагачи. Оттуда я убежала и познакомилась с одной девушкой по имени Свити. Она мне сказала, «Ничего, у тебя никого нет, и у меня никого нет. Я тебя устрою на работу. Работай хорошо, продолжай учиться». Она почти меня не отпускала и по пути чем-то кормила. И привезла меня в Сували. Оттуда она продала меня в Харкишту. Там снаружи была одна жизнь, а внутри другая. Это был грязный бизнес. Что они делали? Они делали отвратительные вещи. Я оттуда тоже убегала много раз. И в Харкиште меня продавали два-три раза. А что именно происходило? Меня избивали. Вот здесь порезали. Потом, когда меня привезли в Пуниваз, меня уговаривали заниматься грязными делами. Но я не соглашалась. Я говорила, «Убейте меня, но я этого делать не буду». Тогда они избивали. Три-четыре человека каждый день меня били. Потом оттуда я тоже убежала. Там происходили очень грязные дела. А что они от тебя требовали? Секс. Единственным выходом было сбежать. Давайте скажем, «Шива бьет в барабан». 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 Участники, пожалуйста, подходите и получайте праздничное угощение. И давайте вместе воскликнем громко Вся слава Богу Раме! Вся слава Богу Хануману! В какой-нибудь местности собирали всех повзрослевших за год девушек. Наверное, они даже и не знали, сколько их должно было быть. И устраивали танцы. Потом главные священники храма отбирали девушек, которые должны были стать девдаси. Они просто объявляли, что вот эти девушки в этот раз становятся девдаси. Это означало, что они будут удовлетворять желания богов. Так эти священники оставляли девушек у себя и якобы от имени Бога делали с ними все, что угодно. Эти девушки спали в храме, и любой священник мог прийти ночью и забрать любую девушку для своего наслаждения. Вот такая жизнь у них была. Просто ужасная. Потом пришли англичане и уничтожили эту систему. Ну что оставалось делать этим девушкам? Они же должны были зарабатывать себе на жизнь. После исчезновения этой практики девдаси превратили ее в бизнес. Они сделали танец и песни своей профессии. Раньше им за это никто не платил. Но теперь они за все берут деньги. Если раньше танец был частью культурной традиции, то теперь это бизнес. Вот и все. Это очень хорошая школа. Она начала учиться в 4 года. Сейчас она ходит в первый класс и хорошо сдает экзамены. Учит английский, хинди и математику. Если она будет хорошо учиться, то, закончив эту школу, получит хорошую работу. Это моя мечта и планы на будущее. Ты почему одним пальцем ешь? Ешь всей рукой. Вот так? Бери еду кончиками пальцев, а не одним. Всей? Да, всей же рукой. Всей рукой. Будешь есть одним пальцем, я тебе его отрежу. У этого места дурная слава. Куда бы ни пошла моя дочь, люди знают, откуда она. Ей стыдно. Люди знают, какое у нее окружение. Иногда ее спрашивают, как зовут ее отца, а откуда я знаю его имя. Открыто себя проституткой никто не назовет. Если они рожают детей, этим детям не могут дать имя отца. Но, конечно же, у каждой девушки здесь есть свой мужчина. Сколько у вас таких клиентов? Только один. Он местный. У него был магазин, я приходила туда за покупками. У него двое детей, сын и дочь. Мне не хочется разрушать его семью. Я счастлива с ним здесь. Мне не нужен его дом. Если даже я приду в его дом, то моя плохая репутация, которая у меня на лбу написана, не исправится. А он свою репутацию потеряет. Его же дома жена. Да, жена, дети. Есть такая пословица. Уличный плов люди больше любят, чем домашний. Я для него и есть этот плов. Это портрет моей мамы. Захотелось, душа попросила. Поэтому я нарисовал маму. Буду делать настоящий портрет. Раскрашу его, подготовлю. Это займет какое-то время. Знаете, выше матери в мире ничего нет. Мать на одной чаше весов, весь остальной мир на другой. Послушайся, люди здесь в безвыходной ситуации. Они застряли в этом ужасном районе. Когда они найдут какой-то выход, допустим, работу, то их проблема будет решена. Как только они найдут другой источник дохода, они сами не вернутся в это проклятое болото. Единственная причина, по которой они до сих пор здесь, это не счита. Это портрет моей мамы. чай я не хочу не хочешь чай принеси мне чипсы вот тебе 2 рупии чипсы иди купи себе чипсы а 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 И мне очень нравятся танцы. Естественно, не вульгарные танцы в полуобнаженном виде, а именно классическое танцевальное искусство. Например, стиль катхак и другие. Мне нравится именно классика. Я оплачу за всех и никому не отказываю. Местных девушек, погрязших в разврате, мне хочется вернуть к нормальной жизни. Это зависит от женщины. Клиенты приходят, разговаривают. Если хотят, идут. Если девушка очень красивая, платят 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч. Моя подруга сказала, что если я буду сидеть сложа руки, то ничего не получится. Мне это совсем не нравилось, но делать было нечего. Папа болел, положение было безвыходное. Поэтому я и пошла на это. Я не хотела этим заниматься, но... Чем именно? Ну, торговать телом, танцевать, петь. Все это так грязно. Клиенты приходят пьяные. Кто сюда придет в трезвом виде? Это бизнес такой. Мне нужна какая-нибудь поддержка для того, чтобы я смогла это бросить. Моя золотца. Красавец. Просыпайся, малыш, просыпайся. Вставай, малыш. Посмотрите. Сколько же ты будешь спать еще? Мы слышали, ты беременна, это правда? Да. А кто отец ребенка? Канхая. А где он живет? В Пиплакотхе, в Субали. Там у него дом, но он женат, так что... Родители никогда не интересовались, где я. А если они узнают, что я жила в том квартале, то вообще от меня откажутся. Я хочу жить самостоятельно. Не хочу быть рабыней. И замуж тоже не хочу выходить. Не хочу от кого-то зависеть. Даст Бог, дам образование детям. Отправлю в хорошую школу. Потом у меня будет собственный дом. Тогда эти танцы, пения брошу. После этого буду жить со своей семьей отдельно. Может быть, открою магазинчик. Тогда нам будет на что жить. Ну и все. А вот, это будет. Невчонки. Это даже не для своих знакомых. Даст. Субтитры создавал DimaTorzok